Привет, друзья! Это так, знаете, небольшой обзорный ролик. Вчера, вы знаете, что пытались лишить адвоката Фейгена, в принципе, возможности заниматься адвокатской деятельностью и до поздней ночи там решали, судили, редили. Пятеро проголосовало, чтобы лишить, семеро проголосовало, чтобы не лишать. И Новиков, адвокат, который, собственно, и начал это движение. Движение, из-за чего началось? Потому что тут его, опять-таки, обзывал, оскорблял, унижал. Он рассказывает, что ехал с ним в лифте, и Фейген его боднул, боднул, а потом полез типа драться. Вот. Ну и стандартно, конечно же, как рассказывают Новиков, Фейген отрицал, что Twitter вообще ему принадлежит. Twitter не мой, Telegram не мой, ничего не знаю. Ну, на что сегодня Фейген отреагировал? Вчера, вчера он сказал, что Кремль проиграл. Кстати, непонятно, да? Почему Кремль проиграл? Кремль же всегда выигрывает. А тут вдруг вот хотели лишить, не лишили. Кремль проиграл. Ослабел Кремль. Ну, когда против него такой добрый молодец вышел, касая сажень в плечах. Ну вот, отреагировал. Я тут вынужден разъяснить вот что. Я никогда не говорил, что это не мои аккаунты. Вы меньше разных слушайте. Ну, у товарища амнезия. Это понятно абсолютно, потому что он уже сколько, он там всего обещал по мне, но понимает, что он подкармливает своих аквариумных рыбок. И они это раскрывают и уже на следующий день забывают, что он им обещал по шарию. Ну, то ладно. Однако же мы-то при памяти пока что. И опять-таки открываем решение, которое уже гуляет в интернете давно. Да? Принадлежность микроблога по адресу такому-то в Твиттере Фейгену МЗ представителем ответчика категорически оспаривалась. И материалами дела не подтверждена. Я переведу. Категорически оспаривалась. Это значит я не я. Хата не моя. Это не мое. И докажи, что это я. Это вообще кто-то создал под меня. Ну, только сейчас эта страница в Твиттере верифицирована. Поэтому я не знаю, на кого это вообще рассчитано. На каких-то остолопов, что ли. Или даже не знаю на кого. Вот. Ну, и следующая история, которая меня попросту продолжает потрясать. Вы знаете, вот эту вот тему оппозиции российской, всех моих друзей как раз-таки вот этих вот. Они говорят, что им Кремль дизлайкает. Ну, по заказу Кремля дизлайкают видео. Если видео не нравится, значит ставят дизлайк. И это не просто так ставят. А чтобы, чтобы я просто задумался, чтобы что. Но, по всей видимости, чтобы просто за дизлайк. Чтобы показать, что людям это не нравится. И они настолько всерьез это вот распространяют, рассказывают. Знаете, мне уже напоминает. Ну, понятно, что там пионеры сплошные. Возраст-то имею ввиду. Вот как пионеры были, там октябрята. И это черная рука. Легенда о черной руке. Знаете, вот там. Если вдруг кто-то сломал ногу в подъезде, то черная рука напала. Или там разбилась чашка на кухне. Черная рука. И вот во всем они начинают видеть. Это игра. Детская игра. А дети все вместе. Они поглощены одной игрой. Если раньше была там Зорница, то теперь, к примеру, Навальный 2018. И вот они все кучкуются. И у них одна большая на всех игра. Они там шепчутся. У них тайны есть. Они могут уже созваниваться кодами. Потому что ФСБ же их слушают. Вы же знаете. Поэтому они звонят и там. У меня к тебе два арбуза. Это значит два часа встречаемся там на катке, к примеру. Вот. Вы знаете, когда началась война в Персидском заливе. Так я тоже видел, что на соседнем доме. Такие, у нас хрущевки такие были. И там на соседнем доме загоралась лампочка какая-то на чердаке. И я тогда позвонил своему товарищу. Надо встретиться. Мы встретились. И я говорю, ты знаешь, сейчас война идет. Ну, имея в виду в Персидском заливе. Поэтому надо бы проверить, что это. Ну, вот у нас тоже там целая образовалась такая схема. Там мы проверяли, кто это. Может быть подают тайные знаки. Персидской авиации. Другое дело, что когда это начинают там репостить всевозможные взрослые люди. Там, у которых уже и женщины там есть. Ну, мужчины. Вот Камикады, к примеру. Мужчины, у которых есть, тут тоже ничего такого зазорного нет. Вот. То это выглядит странно. Когда это начинают репостить средства массовой информации. Дождь. К примеру. Там. Радио Свобода. Настоящее время. Ну, то есть та же самая помойка. Радио Свобода. То это выглядит просто настолько просто катастрофически смешно. Интересная еще реакция. Интересная еще реакция топ-блогеров. Топ-блогеры, которые говорят, что, ну, вы, в общем-то, типа, немножко больные. Но они боятся сказать полностью, что вы больные. Знаете, как голый король. И они-то видят, что король голый. Но на них же налетят эти вот эти малолетки Навального. Поэтому они говорят, не, ну, так вроде что-то так проглядывается. Но я бы не сказал, что он одетый. Вот в таком вот стиле говорят. Это просто очень смешно за этим всем наблюдать. Смотрите. Канал Немагия. Да? Два молодых человека. Они когда-то на меня что-то там нагнали. Непонятно что. Я без обид вообще в этом плане. Вот. У них началась массовая отписка. Понимаете? Отписка от канала. И я думаю, что хорошо бы, если бы парни повзрослели благодаря этой ситуации. И поняли, что не обязательно набивать подписоту школотой. Вот такой вот, как на канале Навальный Лайв, к примеру. Или там уже упомянутых косых блогеров. Не обязательно это делать. Ребята. Надо за качество бороться. Я теперь буду тебя, короче, хейтить. Ну, как хейтить? Ну, короче, ребят. Я о чем видел сама. Ну, теперь самое смешное в этой ситуации. Есть такой канал. Сучка-озвучка называется. И они там озвучивают всякие приколы. Ну, очень смешно получается. Зачастую очень смешно. Я смотрел несколько. Было здорово. И вот они решили уже постебать эту ситуацию. Потому что многие стебуты. Я же говорю. Большинство боится сказать, что король голый. Потому что, знаете, набегут малолетки. И оторвут плоти. Куски плоти. А вот они взяли и вот так вот бахнули. Обычно юмористическое. Ничего там злого такого нету. Ну, рассказывай, рассказывай. Навальный и Камикадзе звонят в офис Ютуб. Называется видео. И там типа звонят эти клоуны. И начинают рассказывать сотрудникам Ютуба. Нас заминусовали. Это Кремль. Вы сотрудничаете с Кремлем. А те говорят. Ну, может просто ваш контент не нравится. Поэтому минусуют. В таком плане. Да. Так вот посмотрите. Обычный юмористический контент. Чего там такого особенного? 9 тысяч лайков. Почти 15 тысяч дизлайков. 15 тысяч дизлайков. Как это объяснить? Вот мне просто интересно. Каким образом можно объяснить вот это вот. Метаморфозу. Это тоже Кремль задизлайкал? Нет? Вы знаете до чего дошли эти маразматики? Они снимают видео. Десятиминутные мне рассказывали. Где обновляют лайки и дизлайки. На протяжении 10 минут. Это ли не маразм? А? Это уже днище. Днище. Ну, малолеткам нравится. Знаете? Потому что в Персидском заливе война идет. Для этого надо следить, чтобы никто. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя тех домов, на которых стоит наш знак. Красная звезда. Черная рука. Так, мне поручено поставить вам лайк. Спасибо за работу. Обычный смешной видос. А если вы не хотите, чтобы на Навального и Камикадзе делали комедийные видосы, то о какой цензуре вы можете говорить? Это один из людей, по всей видимости, который прозрел. Ненормально. Когда ты не имеешь права сказать ничего поперек своему Богу. Выдуманному. Выдуманному башку. Ненормально это. Когда ты не можешь посмеяться. Здорово посмеяться просто над чужой паранойей. К слову, насколько я узнал, что паранойя свидетельствует о том, что человек борется внутри со своей гомосексуальностью. И боится ее показать. Дима, не борись. Ты чего? Так вот, когда начинают сравнивать и говорить, мол, в Украине у вас такие же типа пробитые. Не такие. Вот я здесь выступлю в поддержку самых-самых пробитых слоев населения из моей родной страны. Потому что у них хотя бы есть какая-то идея. У них есть какая-то идея. Национальная идея. Идея, что они там арийцы. Идея еще там о чем-то. Но у них нет просто вот лидера, на которого бы они молились. У них нет лидера, которого они бы хотели поставить над собой царем. У них нет лидера, которого они готовы были бы облизывать, несмотря на то, что лидер их очень часто обгаживается. У них нет такого лидера, которого они бы наделяли какими-то качествами безгрешными. У них бывают время от времени такие герои. Надя Савченко была там. Юля Тимошенко наша. Потом они все плохие-плохие. Но вот такого вот лидера, чтобы безусловно без других идей просто на него молиться и считать, что каждое слово этого лидера это просто золотой слиток, такого нет. Такого нет. Поэтому тут уже хуже выглядят сейчас вот эти вот оппозиционеры российские. Но вообще наблюдать за этой деградацией сознания взрослых людей, я не говорю малолетних, взрослых людей, это очень забавно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И если ты не подпишешься и не поставишь лайк, твоя мама умрет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok